Здравствуйте! В эфире информационный выпуск на канале ЛДПР-ТВ в студии Вера Ионкина и о главных событиях к этому часу. Глава КНР Си Цзиньпин на саммите Большой Двадцатки предложил создать международный механизм взаимного признания так называемого кода здоровья. Председатель Китайской Республики заявил, что на территории его государства данная система действует уже с весны. Каждый находящийся в стране получает красный, желтый или зеленый QR-код с учетом тестов на коронавирус. Для посещения многих мест необходимо, чтобы кот имел зеленый статус. Владимир Жириновский отметил, что нельзя принудить всех россиян вакцинироваться от опасного заболевания и призвал граждан быть предельно аккуратными при контакте с другими людьми. Вы можете добровольно что-то делать, не делать, но мы вас всех просим, не заражайте нас. Держите болезнь в себе, сидите дома в своей конуре и никого не заражайте. Если вы кого-то заражаете, то это уже не ваше добровольное дело. И государство вправе рекомендовать своим гражданам сделать прививки. А вы поставьте дилемму. Больница, морг или здоровая жизнь, праздники и живите, радуйтесь. У нас два выбора. Или нормально жить, или лежать на койках и кое-то с этих койок домой не вернется. Это же страшная болезнь. Пандемия, понимаете, весь мир болеет. Везде режим строже, чем у нас. Комендантский час. Поэтому это вынужденные меры. Давайте вспомним ОСПА при Екатерине Второй. Страшная болезнь. Всех косила. Нашли вакцину. И императрица Екатерина Вторая потребовала сделать ей первой. Чтобы народ успокоился и спокойно всех провакцинировали. И с ОСПА покончили. Поэтому это, естественно, никого силой не будут заставлять в поликлинику, в процедурный комитет. И тебе будут делать укол. Вот демократия, сам Вейборская республика, сто лет назад, была самым демократическим государством в Европе. Кого она породила? Гитлера. Понимаете? Вот условия демократии позволяют прийти к власти самым страшным тиранам. Поэтому здесь надо смотреть. Ведь я же не говорю, чтобы в чем-то принуждать людей. Но им объяснить надо. В связи с пандемией коронавируса России пора развернуться лицом к силам. Если государство сделает, по словам Владимира Жириновского, поворот в сторону деревни и начнет выращивать больше сельскохозяйственной продукции, то сможет не только улучшить благосостояние россиян, но и повлиять на экономику страны. Председатель ЛДПР призвал власти бесплатно подключать сельских жителей к ресурсным коммуникациям. Некоторые берут мощность газа побольше, чем им надо, а потом приторговывают. Вы же не сможете купить в другом месте. Это же не рынок, где газ продается. У вас сосед имеет газ. Вам Мособлгаз говорит, подключайтесь, вот у вас точка. Мы в свое время дали ответвление. А этот сосед говорит, плати мне бешеные бабки. Поэтому мы должны разрешить подключение к газоснабжению бесплатно. Платить будем, но по счетчику. Сколько мы израсходовали? Почему мы должны платить за подключение? То есть у нас в стране газа много, в сельской местности идут мощные газопроводы. А подключиться очень дорого. И крестьянин не может. Мы с него три шкуры берем. Надо сельским жителям подключение к газу, к воде, электричество. И дороги все бесплатно. Все делает государство. Еще дает суду. У нас же очень дешевые строительные материалы. Собственный лес. Песчаник. Гравий. Все есть свое. Такая огромная страна только у нас. Так давайте дадим возможность строиться. И все. Люди будут строить дома усадебного типа. Одноэтажный. Шерф в лежку. Там и погреб, и гараж, и склады, и холодильник. Все там будет. И детская, и взрослая, и гостиная. И баня. Мы же до сих пор мешаем. Попробуйте получить землю. Я пробил землю. Переселенцу с Украины. И, значит, по программе переселения должны давать быстрее. Я два года бился. Я специально взял эксперимент, чтобы сейчас вам говорить квалифицированно. Два года я потратил, чтобы этому его семья, четверо детей, он, жена дали землю. Вот ты переселенец. Ты здесь снимаешь квартиру. Ты работаешь на Московскую область. Тебе положена земля. Вот мы тебе даем. Стройся. Он сам строит. Он хороший строитель. То есть проблема в этом, что надо пробивать. Русские хотят приехать и готовы жить в сельской местности. Инициатива депутатов ЛДПР об отмене взносов на капитальный ремонт для собственников квартир в новостройках сроком на 5 лет нашла отклик среди чиновников. Так, в общественной палате России отметили, что систему распределения средств на капремонт необходимо сделать более прозрачной, поскольку сейчас люди не понимают, куда уходят их деньги. Напомню, накануне фракция ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене взносов на капитальный ремонт с жителей новостроек. У жильцов новостроек информировалось минимально, потому что они фактически не думают о том, что через 30-40 лет их дом необходимо будет капитальный ремонт делать. Ну и в целом это правильно, потому что этой программы может уже не существовать, мы понимаем, что есть определенные решения правительства, которые принимаются в данный момент, когда есть обострение ситуации в той или иной отрасли, а далее программа сворачивается и, как всегда, все должны будут решать свои проблемы сами. Вот ЛДПР против этого, мы считаем, что здесь нужна четкая государственная политика. В крупных городах, конечно, ситуация проще, потому что собираемость взносов на капитальный ремонт большая, и в крупных городах, как правило, ремонтным компаниям, те, которые ведут ремонт домов, капиталь от этих дома, им проще и интереснее участвовать в конкурсах, и запрос определенный есть у бизнеса, и есть хорошие подрядчики, понятно, есть недобросовестные, но в целом мы говорим о хороших подрядчиках и делают достаточно качественный капитальный ремонт. Мы постоянно, кстати, в Смоленской области следим за этим процессом и всегда реагируем на жалобы людей. А вот в сельской местности, в районных центрах, конечно, ситуация хуже, потому что там в основном берутся за капитальный ремонт такие не очень добросовестные подрядчики, делают тяп-ляп, и, конечно, здесь необходимо работать совместно с прокуратурой, с жителями, чтобы доводить дело до конца. У нас есть несколько домов в Смоленской области, которые такие проблемные, фактически до последнего времени были с открытыми крышами, люди жалуются, уже зима, и надо входить, отопление в доме уже дано, но крыша еще открыта, соответственно, если какая-то отепель, дождь, все это заливается в квартиру, и жить просто так невозможно. Вот до чего доводят нерадивые застройщики. В этом смысле, конечно, нужно еще работать в законодательном плане, и я думаю, что мы совместно с фракцией ЛДПР и Государственной Думы будем это делать. Жители Калининского района Тверской области бьют тревогу. Паника началась после того, как им представили проект объездной дороги, входящий в состав скоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Людей беспокоит то, что трасса пройдет вблизи их домов и затронет их интересы. Жители обратились за помощью к депутатам ЛДПР. Мы находимся в Калининском районе Тверской области, рядом с деревней Жорновка. Здесь большая проблема. Собирается строить трассу новую, обход Твери, и прямо по головам местных жителей. Там, где у них участки, где у них дома. И изначально был проект там чуть-чуть подальше. Он тоже не подходит для жителей, потому что рядом с их домами проходит. Но потом вдруг почему-то губернаторы правительства Тверской области решили проложить проект вот прямо здесь. Прямо по самому густонаселенному району прочертили. Но так же нельзя делать. Сколько раз мы говорили, что необходимо учитывать мнение жителей. Все эти собрания, сходы провели на бумаге. Никого не выслушали. Новый маршрут, он совершенно не соответствует никаким стандартам с точки зрения градоустройства. Поэтому люди требуют, чтобы дорога была проложена с севернее Твери, там, где нет никаких населенных пунктов. Да, это дороже. Да, это может быть чуть-чуть длиннее. Но при планировании скоростной магистрали нужно создать комфортную среду в первую очередь для жителей. ЛДПР уже давно занимается этим вопросом. Вот наш председатель Думы Калининского района Германов Владимир посылал обращение от имени депутатов и губернаторов, и федеральное правительство транспорта. Пока все без внимания оставляют. Мы вынесем этот вопрос на федеральный уровень. Будем требовать от правительства Российской Федерации, чтобы при планировании обхода Твери, строительства скоростной магистрали, в первую очередь учитывались интересы граждан, потому что мы работаем для людей, а не они для нас. В Хабаровском крае готовят к сдаче дворец спорта самбо. Строители обещают передать объект до Нового года. Стоимость спортивной постройки превышает миллиард рублей. В ригу губернатора региона Михаил Дегтярев сообщил, что при возведении социальных объектов постоянно возникают проблемы с проектной документацией. Поэтому необходимо лично контролировать стройки, на которые тратятся большие суммы из краевого федерального бюджета. В фокусе внимания Хабаровского правительства социальные объекты, их строительство и на федеральные, и на краевые деньги. В первую очередь это спорт, детство, молодежь. Мы сегодня посмотрели и детскую поликлинику, и дворец спорта самбо, и новый детский садик здесь, в Хабаровском районе. Можно с уверенностью сказать, что все объекты, которые мы посмотрели, будут введены в строй. У них разные истории. По дворцу спорта уже год он стоит, он построен с нарушением в проектных документах. Мы это все исправляем, нагоняем и планируем в декабре введение в эксплуатацию и создание новой спортивной школы с новыми ставками для спортсменов, профессионалов и для тренеров. Вот этот детский сад, где мы сейчас находимся, он идет с опережением графика. Есть и такие строители в Хабаровском крае, которые идут вперед, добросовестно выполняют работу, настроены на результат. Таких мы будем поощрять. Есть третий объект, который мы посмотрели, это детская поликлиника по программе «Стимул». Это уникальная технология, доведение средств из федерального бюджета. Мы в августе были на объекте с тогда министром строительства ЖКХ России Якушевым, Владимиром Владимировичем. Смотрели, вы помните, там не было ничего практически, просто котлован. Сегодня, вы видите, уже третий этаж возводится. Оперативно решены вопросы с коммуникациями, с подсоединением с городом Хабаровском, с муниципальными предприятиями. То есть все в ручном режиме собираем, чтобы вовремя наши молодежь, дети, спортсмены получали объекты, на которые государство тратит деньги. Каждый вложенный в спорт и в здоровый образ жизни рубль экономит нам на медицине 10. Поэтому эту работу будем продолжать с заботой о каждом гражданине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова